В Череповце на площади молодежи посадили 4-х метровую ель. Дерево привезли из питомника Ярославской области. Ель долго выбирали, остановились на виде колючая или голубая. Это одно из самых красивых хвойных деревьев. Такие ели придают торжественной строгости саду и освежают городской ландшафт. Ель привезена из Европы на доращивание в питомнике в Ярославль. Там она росла, там был сформирован ком. В таком виде уже, в большом, в крупном, нам ее привезли. Ели около 15 лет. Сажали, но вот именно такие, пожалуй, это первое. Вес дерева вместе с комом почти 100 80 килограммов. Высота больше 4 метров. В город ель привезли на грузовой машине. С помощью манипулятора высадили в грунт. Нужна специальная техника, чтобы высадить ее, поднять, скажем так, она весит тоже немало. И, соответственно, обеспечить ей должный уход. В том числе, обязательно надо ее укрепить какими-то растяжками, распорками, чтобы дерево, имеющее большую опасность, соответственно, спокойно укоренилось. Чтобы дерево полностью прижилось, требуются годы. Ель будут поливать и обрабатывать иммуномодуляторами. Позднее ему потребуется формовочная обрезка. Года три пройдет, и мы скажем, все, она прижилась. Теперь мы будем ухаживать за ней, как за ребенком. Полив, никакой стрижки первые два года тоже нам нельзя допускать, потому что дерево и так в стрессе. Дерево поездило уже по всяким местам. И, думаю, вот здесь найдет уже свой замечательный дом и будет радовать жителей на Новый год. Ель колючая доживает до 140 лет. После этого уже, естественно, отпадает в процессе ветровала или что-то. Ну, а в городских условиях, я думал, лет 60 она точно будет нас радовать. Голубую ель для города купила компания «Северсталь». В прошлом году на деньги металлургов в Череповце высадили 350 деревьев и кустарников. Деревья крупномеры этой весной будут высажены и в сквере на улице Годовикова. Деревья будут высажены в пустых местах. И, получается, вдоль дороги будет у нас посажена рябина обыкновенная. Также будет использоваться посадки береза на площадках треугольных с обеих сторон. Помимо этого будет точечно включен боярышник и также будет использоваться кустарник с перегревшим, что она будет очень декоративно и цистит. Хотелось именно показать воздушность сквера, так как здесь самолетик и береза, она такая белая ассоциация с родиной. И поэтому, получается, выбрали березу и рябину, воздушность как раз будет акцентна. Всего в сквере на Годовикова высадят 30 деревьев и 110 кустарников. Работу финансируется за счет городского бюджета и спонсорской помощи.